Новость, которая шокировала многих. Источником гепатита А в городе стали суши и роллы фирмы Roller. Как выяснилось в ходе проверок, блюда японской кухни готовили приезжие из Узбекистана, трое из которых были носителями вирусной инфекции. Все подробности в нашем следующем репортаже. Эти фотографии были сделаны оперативниками во время проверки фирмы Roller. Картинка никак не ассоциируется с производством продуктов питания. В обычной двухкомнатной квартире организовали подпольный цех по производству суши и роллов. В качестве поваров трудились семь жителей Узбекистана. Трое из них оказались заражены вирусным гепатитом А. Работали в цеху иностранные граждане без разрешения на работу, без медицинских книжек. То есть какой-либо разрешительной документации у них, естественно, не было. Уведомления в органы Роспотребнадзора о начале деятельности в данной сфере они не направляли. О соблюдении правил гигиены говорить не приходится. Кухню, где трудились узбекские мастера по приготовлению японских блюд, кажется, никогда не убирали. Повсюду коробки, продукты непонятного происхождения и качества. Где работали, там и жили. Всего выявлено более 40 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. И вот результат. 9 лобнинцев заразились гепатитом А через суши и роллы фирмы Роллер. Цифра может возрасти. Это относится к кишечным инфекциям. То есть заразиться можно через грязные руки, через загрязненные предметы обихода, через загрязненную посуду, ну и также через загрязненную продукцию. Достаточно одной частицы, миллионной частицы вируса, вируса гепатита А, чтобы заразиться. Качество – ничто, реклама – всё. Владельцы такого опасного для здоровья бизнеса не скупились на рекламной кампании. Яркие листовки печатались десятитысячными тиражами, раскидывались по почтовым ящикам. Лобнинцев привлекали и низкие цены. Суши и роллы Роллер заказывали с удовольствием. Теперь возникает вопрос, как потребитель может обезопасить себя от некачественной продукции. Если же вы заходите на сайт организации, и там кроме телефона и электронного адреса ничего нет, лучше воздержаться. Не пользоваться такими рекламами и не приобретать неизвестную продукцию. 9,5 тысяч рублей – зарплата поваров из Узбекистана. Работу теперь придется подыскивать на родине. Лобнинский городской суд принял решение об административном выдворении их из страны и закрытии въезда в Россию сроком на три года. Хотелось бы обратиться к гражданам, если у вас есть информация, что где-то открылся подозрительный цех какой-то. Просьба сообщать в прокуратуру города, в ОВД, либо в органы Роспотребнадзора. Екатерина Клемешева, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов для программы Акцент.